Два слова могу сказать, сколько здесь струн на этого инструмента и какое его устройство. Здесь внизу три басовые струны, которые вот здесь вы видите. Они называются бурдонами, это самые такие низкие, такие глящиеся ноты. Я их могу переключать, то есть такие подставочки специальные, из которых я их сдергиваю, эти струны, и они начинают... Здесь специальная такая вата, катон, который вот колесу задевает, колесо, и издается вот такой звук специальный. Вата, кстати, здесь непростая. Она здесь вот звучит хорошо, на этом инструменте только австрийская вата. И плюс еще специальная канифоль, которой я вот намазываю это колесо, и намазываю также струны, прежде чем я вату накручиваю. Специальный рецепт этой канифоль, она разбавляется спиртом специальным тоже, и в определенной пропорции. И она и склеивает, и вот звук хороший издает, когда натираешь вот колесо этой канифолью. Здесь, значит, внизу три струны. Первая струна до, вот эта вот, самая низкая. Потом идет ми. Потом идет соль. Всего здесь 21 струна. Вот сейчас я расскажу, вот какие струны, что, какая их функция. Значит, здесь вот основные струны, вот здесь вот это три струны сольных. Называются они шантрель. Вот велончельная струна. Самая низкая, сольная струна. Дальше идет пальтовая струна. Это основная струна, на которой я играю. Почти все произведения, ну, за исключением некоторых других, где я, она, эта струна не участвует. И самая высокая струна, скрипичная струна. Кстати, вот эта струна соль, до, то есть это вот соль, а это соль на октаву выше. И самые вот такие вот необычные струны. Это вот здесь вот струны. Три струны, которые называются трампетс. Это ритмические струны. Вот. Она, когда просто играешь, вот если просто ручку крутить, то она обычно звучит. Но здесь такие вот есть подставочки, деревянные под нее, которые упираются в пластмассовые подставочки. Эти, так называемые, собачки, они на дношках стоят. При, когда я ускоряю ручку, они начинают сжимшать. Этих струн здесь целых три. Также есть здесь еще каподастеры. Вот здесь вот они находятся. Это поднимают строй на полтонах. Красиво как звучит. Еще есть струны такие вот, такие маленькие, как бы незаметные. Называется симпатетикс. Это такие струны, которые дают послезвучие. И по ним я настраиваю струны. Это вот внизу шесть струн. И вверху шесть. Они длятся долго, они ничем, так сказать, не прижимаются. Поэтому звук остается, вот когда инструмент останавливается, или он просто перестраивается, или играет что-то. Они дают вот это вот объемное такое звучание. Плюс еще, вот здесь такая коробочка есть, волшебная, где вот основной механизм... Я обычно, когда готовлюсь к концерту, или к игре просто на дома, когда занимаюсь, я тут очень тонкая есть настройка, потому что очень сложно его настроить, чтобы все ноты между собой строили. Здесь вот специальный механизм, который позволяет настраивать этот инструмент очень тонко. Каждую ноту, буквально, есть специальный ключ, которым я вот подкручиваю вот здесь вот настройку, делаю тонкую. Но в процессе игры я это не делаю, только до игры. Но это вот вкратце все остальные вопросы по инструменту вы можете задать на концерте в воскресенье.